Можно вообще, как заходишь, например, и пишешь, картошки столько-то этого, столько-то этого, столько-то, да еще привезите мне ткани такой-то, к примеру. Все, корзина твоя собрана. И понятно, что ты каждую неделю примерно столько будешь брать. И поэтому тот, кто находится в этом селе, ему просто уже заказ пришел, он даже может тебя в лицо не знать, но он видит заказ номер 22, там должно быть вот это, вот это, вот это. Все, он просто собрал, приходишь, заказ номер 22, кодовое слово, дядя Ваня, на, держи. Никаких денег с него не берется. Потому что деньги он уже как пай внес. И в случае, если вдруг он перебрал корзину, ну, такое тоже бывает, ну, значит, чуть позже отдашь. Но суть-то какая? Не просто выдавать, а притянуть людей, чтобы они трудились внутри кооперации, чтобы они еще что-то создавали внутри кооперации, а не просто продавать. Потому что сегодня он покупательеспособный, а завтра его с завода пинком под зад, да, с предприятия там. Сейчас же банкротится все. И что он дальше у вас купит? Он и не у вас не купит, и сам не проживет. А так вы включили в кооперацию, и совместно что-то начинаете делать. И он в ваш кооператив уже вкладывает свой товар, произведенный, грузди сушит, пускай грузди сушит. Там из картошки что-то делает, детей воспитывает. Понимаете, свой кооперативный детский сад организовали. Свою школу организовали, там, по щетиням, по жохам, в кого угодно. Не важно. Задача втягивать людей в кооперацию, которая будет называться потребительской, а не производственной. Но внутри потребительской кооперации никто не мешает вам что-то производить. Почему ИП? Потому что в отличие от ООО, ЗАО и прочих-прочих форм, все, что в конце года вы отчитались, оно списывается с вашего баланса. А у ИП, а у ЗАО, АОО и прочее-прочее, на балансе все остается. Поэтому ты взял, например, 10 холодильников, до конца года дотянул, списал их, хотя их уже раздал, но они числятся у тебя. В конце года написал, было потрачено столько-то. И все, и у тебя их на балансе больше нет. А если ООО взял, то ООО должно отчитаться. Либо продал, либо они на балансе висят. Раз на балансе, плати денежки, налог. За имущество. Понимаете, да, как хитро все устроено? Вот такие вот дела. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться». И обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского Радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Иaries. Вместе. О gestellt. Редактор субтитров. Конец. Корректор субтитров. Продолжение следует...